К слову, понедельник на этой неделе выдался действительно тяжелым. Это вышеупомянутые убийства посла, массовое отравление боярышником. Но начался тот день с жесткой посадки самолета Министерства обороны рядом с Тикси. С первых минут российские СМИ начали говорить, что все пассажиры погибли. Потом, с поступлением более свежей информации, число погибших в сводках начали уменьшать. А как оказалось, на самом деле никто вообще не погиб. Да, получили травмы, да, некоторые очень серьезные. Но самое главное, живы и на фоне всего, что происходило в понедельник. Эту новость можно считать хорошей. Ну а на месте происшествия в эти дни работал мой коллега Виталий Абрамов. Он расскажет о том, как оказывали помощь пострадавшим и как их пытались эвакуировать из Тикси. Изначально ИЛ-18 вылетел из аэропорта Кольцо в Екатеринбурге. В Каннске дозаправился и направился в Тикси. На борту находились авиаторы, летевшие на смену предыдущим военным. Время полета составляло около шести часов. И вот, около полудня, самолет пропал с радаров. Буквально за полчаса были сформированы спасательные бригады. И первые борта вылетели на помощь пострадавшим. Через 20 минут на долине между двумя сопками, примерно в 30 километрах от Тикси, был обнаружен разломанный фюзеляж. Со слов спасателей, снаружи были несколько живых. А заглянув вовнутрь, кто-то прокричал, рассчитайся, и из салона донесили слабые, первый, второй и далее. Так стало ясно, что и внутри тоже есть выжившие. Каждому пострадавшему вкалывали обезболивающие, и их стали немедленно эвакуировать в Тикси. Было произведено порядка 7-8 рейсов, точно могу сказать, Ми-8, полярные линии и велитолетов Минобороны. Значит, эвакуировали на 38 пострадавших, среди них 16 тяжелых состояний. В центральной районной больнице началась сортировка пострадавших и подготовка к оперативному вмешательству. В больнице выстроилась очередь из числа местных жителей, военных и пожарных, которые хотели сдать кровь. К моменту прибытия бригады медицины катастрофы из Якутска практически все пациенты были стабилизированы и поставлены диагнозы, что очень помогло столичным медикам. В течение первых суток было произведено 8 операций. Диагностическая лапротомия, стабилизация аппаратами внешней фиксации и двоим пациентам проведена нейрохирургическая операция. О третьи сутки прибыл медицинский ИЛ-76 Минобороны. Прилетело около 30 военных медиков с запасом медикаментов. За ночь было произведено несколько операций, по подготавливающих к транспортировке. Врачи и экстренные службы были очень благодарны своим якутским коллегам за оперативную и качественную работу. Среди пострадавших не оказалось даже серьезных обморожений, и это в условиях тундры. Огромная благодарность врачам за проделанную работу, за самоотверженность, высокий профессионализм, за полную самоотдачу. Благодаря принятым мерами территориальной подсистемы, люди, еще будем говорить, остались в таком состоянии. Реагирование было правильным. Утром все пострадавшие были перевезены в летающий госпиталь, в том числе трое в крайне тяжелом состоянии с аппаратами искусственного дыхания. Далее самолет вылетел в подмосковный Жуковский, откуда больных доставили в главный военный госпиталь имени Бурденко. О причинах аварии говорить пока рано, скорее всего сыграла совокупность таких факторов, как погода, человек, в том числе диспетчер и техника. Во всяком случае, рассматриваются все версии. Со слов пассажиров, судно задело сопку и скатилось по склону. Самолет Ил-18 выпускался с конца 50-х. По данным статистики, до 2010 года было потеряно 100 самолетов, при которых погибло свыше 2000 человек. По данным той же статистики, большая часть катастроф Ил-18 связана с тем, что лайнер из-за его неприхотливости эксплуатирует в заведомо неблагоприятных условиях, когда техническое обслуживание и диспетчерское сопровождение полетов далеки от идеальных. Виталий Абрамов, Ольга Григорьева, Якутия. День за днем.